Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Мы продолжаем наш разговор о глубинных слоях сознания, о страхах нашего сознания. Вот в одной из недавних программ мы говорили о страхе бедности, мы говорили о страхе болезни. И сейчас я хочу поговорить об еще одной фобии современного общества, современного человека. Страх старости. Так или иначе он всех преследует, так или иначе эти мысли приходят всем из нас, даже самым молодым. Редко, конечно, если совсем молодые люди задумываются о том, что будет потом, на пенсии и еще дальше. Но все-таки подспудно эта мысль присутствует и так или иначе воздействует на наше вообще восприятие реальности. Страх старости. И мы решили поговорить с человеком, который занимается этой проблемой, кандидат медицинских наук, доцент Российского университета дружбы народов Марина Николаевна Суслова. Добрый вечер. Да. И вы, как я понимаю, занимаетесь и геронтологией. Ну, вы знаете, наверное, не совсем занимаюсь геронтологией. Вообще-то, моей основной работой является не университет, не Российский университет дружбы народов, а комитет общественных связей правительства Москвы, где мы взаимодействуем с общественными объединениями, которые как раз объединяют в основном людей пожилого возраста. Это ветераны, это бывшие узники нацизма, трагические судьбы, люди с трагическими судьбами, это граждане, признанные жертвами политических репрессий, это люди, которые, в общем-то, нас спасли от последствий чернобыльской катастрофы. То есть, это в основном сейчас люди, которые уже приближаются, или уже приблизились, или уже вплотную к тому возрастному порогу, который мы называем старостью. А вот как вы, да, вот как вы с этим словом обходитесь? Вы говорите старость или пожилой возраст? Вот сейчас очень принято говорить третий возраст. Вот какой вам ближе? Я, конечно, говорю люди пожилого возраста. Люди пожилого возраста. Люди пожилого возраста, потому что старость – это оценочное понятие, и сейчас вот во вводной я не совсем была готова, например, к тому, что мы о старости говорим только в контексте страхов. Нет, это для начала разговора мы говорим, так сказать, в целом. Я говорю, вот здесь просто некая археология сознания, да, то, что является смыслом нашей передачи. Но все-таки, тем не менее, в нашем обществе, мне кажется, очень сильно прописан вот этот вот табуированная тема старости. Каждый раз, когда пожилой человек какое-то совершает общественное действие, вот это вот такие хамские фразы, да, «загляни в паспорт», «почаще заглядывайте в паспорт», типа «пора бы дома сидеть с внуками», «иди картошку копай». То есть вот то, что я, скажем, в других культурах не нахожу, очень часто у нас вот такие вот обращения к пожилым людям, которые их, ну, что ли, так сказать, опускают, стигматизируют. Ну, безусловно, такое бывает, но, наверное, в рамках вообще общего хамства, потому что которое направляется не только на пожилых людей. Ну да, и на женщин, и на молодых людей, и на инвалидов, к сожалению. Это, наверное, не тот аспект, который должны обязательно обсуждаться именно только со стороны хамства, потому что есть еще масса положительных примеров, причем положительных примеров, которые видны в динамике и которые уже даже можно сравнивать, ну, например, за последние 15 лет. Потом относительно страха старости. Ну, вот страх бояться чего-либо можно, наверное, ну, подсознательно, естественно, бояться. Естественно, что страхи присутствуют. Но вместе с тем, если логически мыслить, если логически относиться к будущему, к тому, когда человек становится пожилым человеком, смысл бояться? Есть несколько данных, которыми человек никак не властен управлять. Это вот родители, родина, национальность и возраст. Хоть головой об стенку бейся, ты ни секунды не вернешь, ты ни секунды не будешь идти в другую сторону. В любом случае люди идут в сторону повышения этого возраста, и это надо принять. Это надо принять, и надо работать над изменением стереотипов по отношению к... Я иногда буду все-таки говорить о старости, да, буду говорить о теме старости. Нет, ну да, здесь это и биологический, в конце концов, не только социальный термин. Тем более сейчас, при том насаждении в обществе самоценности молодости, при том насаждении в обществе часто с коммерческими целями, с коммерческими интересами, единственная ценность, как выглядеть моложе, чувствовать моложе. Что значит чувствовать моложе? Вот если человек работает до любых возрастов над своей личностью, то это чувство, может быть, оно более ценно и ему приносит больше удовлетворения, чем в более молодых возрастах. Ну да, здесь как бы качество самореализации. Я здесь не могу не вспомнить, в прошлом году у нас была программа с Владимиром Яковлевым, который сделал за три года последний, Владимир Яковлев, который основатель коммерсанта проекта СНОП, который сейчас, так сказать, от чисто медийного менеджмента отошел, и он занимается проектом под названием «Возраст части». Он путешествует по разным странам и континентам и делает интервью и фотографирует людей с людьми 70, 80, 90, 100 лет, которые, так сказать, вступив в этот возраст, достигают какого-то уровня самореализации, что они делают. И вот я просто, да, вспоминаю это, и он как раз там говорит, что очень часто пожилые люди обладают гораздо большей гибкостью, обучаемостью, и по основе на своем жизненном опыте они могут быть гораздо более ценными сотрудниками, чем, скажем, молодые люди. Но в то же время в обществе у нас эта тема строго табуирована, да, ведь уже там, я не знаю, где-то до 30 берут, где-то до 40 берут. Ну, заметьте, вот только что принят закон о том, что предъявлять возрастные ограничения при приеме на работу, при предложении вакансии, это уже является дискриминационным антизаконным актом. Это повлечет за собой наказание, да? Да, это прописано законом, уже во всяком случае, то, что это вообще обозначено, то, что это запрещено говорить о каких-либо ограничениях, таких как возраст, пол, национальность, не деловые качества, то это, я считаю, что это очень большой положительный шаг. Ну да, то, что на Западе называется эйджизм, да, борьба с эйджизмом. Эйджизм называется не только на Западе, это, наверное, действительно. Ну, опять же, эйджизм – это понятие дискриминации по возрастному признаку вне зависимости от возраста. Вот когда у нас слово эйджизм мы слышим, мы все время думаем, что дискриминирует стариков. Но давайте вспомним еще вот один тоже термин, как гендер, да? Когда мы слышим слово гендер, то мы думаем, что обязательно дискриминация женщин. Ничего подобного, да, это дискриминация по половому признаку, будь то женщин, будь то мужчин. То же самое эйджизм, разве нет дискриминации в отношении молодых людей, разве нет дискриминации в отношении каких-то любых других возрастных групп. Безусловно, эти признаки можно найти, эти признаки можно найти. А в России вообще вот, не знаю, есть ли сейчас у нас власть, ну как, не власть пожилых? Ну, с другой стороны зайду. Вот, скажем, взять какие-то европейские страны. Я знаю, например, что в Италии очень сильно влияние в обществе пожилых. То есть, там вообще такие нормы патриархальные прописаны, там власть отца, власть матери. Посмотрите, там состав итальянского сената. Да, они все там 80-летние сидят и, так сказать, тоже женившиеся на молодых моделях. Ну, на берлускове. То есть, там в Италии очень сильно вот это вот. А в России это есть? Или у нас все-таки культ молодых, молодым везде у нас дорога? Старикам-то у нас везде все-таки по чуду. И опять же. Это из советской песни. Я не думаю, что это последние 25 лет является нормой. Ну, согласна, что последние 25 лет, может быть, действительно произошло омоложение, но это не всегда отрицательно. Как раз это говорить о влиянии пожилых в обществе только из-за того, сколько людей на высших государственных постах, сколько людей представляет власть именно этой возрастной группы. Это, наверное, не всегда коррелируется с тем отношением в обществе, которое сформировалось. Оно, еще раз говорю, оно очень многообразное. Это вообще отношение к этому возрасту, это очень междисциплинарная проблема. И опять же, вот когда, если вы заговорили о международном опыте, то сейчас все-таки этот международный опыт тоже каким-то образом мунифицируется. Да, и проблема старения. Сколько? Уже с 1948 года является предметом обсуждения на международном уровне. В 1982 году была Всемирная ассамблея по вопросам старения в Вене. Какой тогда был основной принцип Венской декларации? Сделать полнокровной жизнь людей пожилого возраста. А их у нас сейчас, извините, каждую секунду, мы вот с вами говорим-говорим, а каждую секунду два человека приступают порог своего 60-летия на нашей планете. Это в мире. Да, это обоснованные цифры, подчеркнутые из Всемирного доклада, опубликованного фонду МОД Народонаселения. Да, и даже вот у меня цифры сейчас посмотрю. Да, по Москве, в Москве 2,5 миллиона пенсионеров, и в области еще 2, то есть почти 4,5, и очень скоро будет 5 миллионов пенсионеров, просто людей пенсионного возраста, живущих в Москве и области. Так что да, вот эту проблему, проблему людей пожилого возраста, в какой степени влиятельной социальной группой они являются или, наоборот, они отторгнуты обществом, продолжим об этом наш разговор с Мариной Сусловой после перерыва. И снова добрый вечер. Говорим сегодня в археологии с Мариной Никоновой Сусловой, кандидатом медицинских наук, доцентом Университета Дружбы Народов. Старость не радость. Говорим мы о старости. Откуда вообще появляется вот это вот выражение? В какой степени оно прописано вот в такой старой, да, прежней патриархальной культуре, да, когда, собственно, старики, ну, как бы не торгались из общества, но они становились обузой общества, да. Вот как Юнг говорит, что существует три возраста, ребёнок, который в зависимости живёт, да, на шее общества, дальше человек находится в продуктивном возрасте, и дальше, выходя из вот этого производительного возраста, он снова оказывается на шее общества. В какой степени мы преодолели уже вот этот стереотип, как вы знаете, там, в племенах полинезийских или где-то ещё там стариков сажали на пальму, трясли, удержатся, значит, ещё год жить будет, не удержатся. Да, потом ещё легенда на раями вспомним, да, вот. Да, да, да. Вперёд, да, давайте. Вы знаете, на систему естественного отбора выживет, не выживет, да? Да, 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 социал-дарвинизм такой. Вот, кстати, мне кажется, что у нас в России это, вот мы с вами уже начали говорить, последние 25 лет, я убеждён, что такие социал-дарвинизские критерии очень сильно возникли в обществе, по которому человек оценивается по его эффективности, по его продуктивности. Так давайте сделаем старость эффективной, продуктивной, давайте превратим старение общества из угрозы в фактор развития, потому что действительно для этого есть достаточно много условий. Я вот начала говорить относительно того, что в 82-м году в Вене был сформулирован принцип «сделать полнокровной жизнь людей преклонного возраста», то есть это перевести, если получается, что общество должно взять на себя обязательства, по отношению к людям просто из-за того, что они прожили большую жизнь. Через 20 лет снова собрались по тем же вопросам в Мадриде, да, в 2002 году был мадридский, принят был мадридский план действия по вопросам старения, всемирная ассамблея по вопросам старения была, и ведь колоссально изменились именно акценты, колоссально изменились акценты, колоссально изменились приоритеты, где уже основным задачей было прийти к обществу для всех возрастов. И уже в плане действий, в стратегических, уже были прописаны и ответственность самого индивидуума за то, чтобы он пришел к своей старости, будучи не обузой себе, семье и обществу. То есть это ответственность человека за свое тело, за свое здоровье. Да, это ответственность в том числе и человека, ответственность не только общества и государства, но это ответственность и самого человека. И из этой ответственности вытекает очень много задач. И, знаете, вот у нас уже навязывала в зубах аббревиатура здорового образа жизни, да, кто-то мне так сказал, говорит, вот, вечно с этим ЗОЖ, на три буквы, здоровым образом жизни, здоровым образом жизни. Да, но он является гарантом того, что человек придет к своей старости, к активной. Потом вы заметите, кто у нас скоро будет стареть? Кто вот сейчас будет вступать в пенсионные возраста? Вот вспомнить молодость этих людей, это уже молодость, которая прошла созвучно со многими критериями и приоритетами, которыми живет и сейчас более молодые поколения, с теми же даже культурными ценностями, да, с теми же злойдами, извините меня за выражение, да. И плюс еще, конечно, безусловно, безусловно, что вот у нас в России по отношению к пожилым, у нас есть еще, конечно, безусловно, нравственный долг. Потому что те поколения, которые сейчас у нас старые, они принесли такую тяжелую жизнь, они принесли столько страданий. Ни одному поколению, ни в одной стране, ни в один исторический период не было таких испытаний. Однако они их преодолели. И можно сколько угодно говорить, но, извините меня, ни в личной истории, ни во всеобщей истории, ни в слагательном наклонении. И все-таки их вклад должен быть достоин уважения, безусловно. Здесь, да, здесь, мне кажется, все-таки у нас очень большой, получается, зазор между вот этой, так скажем, социальной обязанностью, тем социальным и просто человеческим, да, гуманитарным долгом, который мы имеем перед старшими поколениями, и реальностью нынешней российской жизни, которая, в общем-то, как вы уже заметили, очень сильно такое дарвинистское. Как я помню, была замечательная статья Андрея Лошака, несколько лет назад вызвавшая большие дискуссии, «Старикам здесь не место». Ну, «Старикам здесь не место», я как раз когда ушла к вам, я пересматривала эту статью. Очень хорошо написано, он там пишет, понимаете, что они как бы выталкиваются на обочины общества, в какие-то такие институции, поликлиники, очереди в поликлиниках, сберкассы, почта, очень много вот такое старорежимное заведение нашей жизни, как «Почта России». Вот, они на почте, ну, вот под видом ветеранов, там, 9 мая их вытаскивает общество, даёт гвоздичку в руки и дальше опять отправляет в это в забытье и в небытие. Ну, я, наверное, вот в Москве, наверное, не соглашусь с вами. Ну, в Москве немножко лучше, в Москве всё лучше, но в целом, понимаете, вот сравнить, смотрите, да, с какой-нибудь там, с Южной Европой, где они и живут там до 90 лет. Что я вижу, когда хожу? Сидят они, так сказать, все чистые, в наглаженных брюках, они, скажем, весь день, день в Греции, в Италии могут сидеть в кафе с палочкой, они могут играть в шахматы какие-то, они идут вечером прогуливаются по улицам. У нас же старики с бульваров исчезли фактически. Вы знаете… Они бывают не только на бульварах, но и в центрах, например, социального обслуживания, которые есть сейчас по территориальному принципу практически везде, да, и где есть тоже и шахматы, и возможность общения. Вы сказали такую замечательную фразу «старость, не радость», да, широко известную, но ведь ещё есть масса пословиц, поговорок и образных выражений, цитат, поэтических названий, таких как «золотая осень», «добрый шаг», «золотые пары», «ну-ка, бабушки», «мои года, моё богатство», кстати, ещё вот тоже столь же широко распространено выражение. Заметьте, что это поётся с грузинским акцентом. И вы знаете, «мои года, моё богатство» – это мог кикабидзе пропеть, неся нам ту кавказскую культуру уважения к старости, которая, мне кажется, в России всё-таки не восторжествовала. Ну, пока нет, да. Нет, хотелось бы мы с вами здесь сидим, чтобы это пропагандировать, но вот действительно… Не только констатировать, что есть какие-то негативные моменты, но и то, что всё-таки есть достаточно позитивные шаги в отношении к тому, чтобы реализовать мой любимый принцип «Мадридского плана 10» по вопросам старения, который говорит о развитии личности до конца дней, о развитии личности каждого человека до конца его дней. А что для этого? Вот какие институциональные предпосылки для этого существуют? Что для этого должно сделать государство, общество? Для этого должно делать государство и общество, прежде всего, конечно, создать условия. Во многом можно упрекнуть в том, что это общая фраза – создать условия, но вместе с тем говорить о том, что вообще ничего не делать, тоже, наверное, нельзя. Прежде всего, конечно, это должна быть законодательная база, которая, опять же, всё-таки совершенствуется при всех каких-то недостатках, при всех, может быть, промедлениях, но всё-таки есть. Дальше материальную базу – это как бы она должна, вообще, вот если… Ведь пожилые люди – это тоже неоднородные сообщества. Условно, очень условно, можно подразделить это на пожилых людей, совсем пожилых людей, да, и которые уже не могут быть активной частью общества, которые требуют дополнительного ухода. И относительно молодых пожилых, мне очень нравится, я не знаю, наверное, совсем не научный термин, но мне очень нравится термин «молодые пожилые». Это люди, только выходящие на пенсию, которые действительно ещё достаточно полны сил, и которые могут и хотят принимать активную часть в социальной жизни. И ведь очень много возможностей, например, направить как раз уход за пожилыми пожилыми, как раз… Чтобы занимались молодые пожилые. Молодые пожилые, да. Кстати, так чаще всего рынок так и распределяет. Рынок так и распределяет, да, потому что уход с этого рынка людей, в общем-то, не замещается молодыми кадрами. Ну да, как правило, вот этот патронаж, весь сиделки – это 50-60-летние женщины, которые ухаживают, так скажем, за 80-90-летними уже совсем дряхлыми людьми. И вот тоже самое, мне ещё кажется, ещё надо каким-то образом акцентировать роль общественных организаций, гражданского общества в общем и целом. На то, чтобы не только формировать отношения к пожилым, но и заниматься в том числе и патронажными работой, и заниматься реализацией вот этого творческого потенциала людей пенсионного возраста. Не только творческого, но и активного потенциала. Понимаете, ведь здесь даже и прагматически, мне кажется, очень большой, чисто такой рыночный заключён ресурс, который у нас не осознают. Ну, понимаете, на Западе, конечно, с этим легче разобраться, потому что там гораздо больше нормы накопления у людей, когда они выходят на пенсию, и там и социальные выплаты. Да, я не знаю, там немецкие пенсионеры, выходя, я не знаю, первым делом покупают мечту своей жизни, машину какую-нибудь мечту своей жизни. Очень много вот у нас 600-й какой-нибудь Мерседес С-класса, да, это признак статуса, это признак какого-то такого банкира средних лет или старшего, а там это признак пенсионера. Потому что человек, выходя на пенсию, покупает вот этот самый вот С-класс, ради которого… Накопил и купил, да. Да, накопил и купил, и он становится уже полностью легитимным, полноправным членом общества. И я к чему это говорю? К тому, что существует огромная рыночная ниша, которая у нас никак не заполнена. Это туры для пожилых, это магазины для пожилых, это спортклубы для пожилых, это телеканалы для пожилых. Это, понимаете, всё это есть для детей, да, всё это есть, уже для пятилетних появляются магазины, для десятилетних появляются тематические какие-то спортивные соревнования, телеканалы, передачи, форматы. А для пожилых ничего этого нет. А, в принципе, здесь тоже существует платежеспособный спрос. Более того, этот платежеспособный спрос может быть реализован не только пожилыми самими людьми, но и их детьми. Да, и это тоже как раз очень неплохая... Ну, это такая российская тема, что их детьми. Потому что, я думаю, скажешь, на Западе это вряд ли так. Я думаю, что везде все очень неоднородно. Я думаю, что примеры можно привести какие угодно. И полностью обобщить здесь, наверное, нельзя. Ну да, да. Здесь, наверное, нельзя, да. Потому что вы немножечко опередили как раз не только мысли, но и рассказ, как я сказала, что не только само сообщество пожилых людей можно условно разделить на тех, кто нуждается в дополнительном самим уходе, и кто социально активен. Но и вот существует достаточно много уже сейчас общественных организаций, общественных некоммерческих организаций, которые именно родом своей деятельности занимаются именно с пожилым населением. Их тоже можно как бы условно разделить на тех, кто занимается патронажем, и на тех, кто занимается именно реализацией спортивной, творческой, художественной объединения, объединения ветеранские. Это же огромная ниша. В Москве это вообще просто мощная сила. Мощная сила города-герой Москвы. Это ветераны города, которые объединены в очень большое количество ветеранских организаций, которые находят поддержку, которые действительно могут там себя реализовать и почувствовать востребованность. Я немножко... Объясните, кто такие ветераны? Я знаю ветераны войны, которых уже единицы. Сколько их в Москве? Там несколько тысяч, наверное, осталось. Несколько тысяч в Москве. Инвалиды, ветераны, да, порядка 20 тысяч, участников около 60 тысяч, да. А вот остальные ветераны, потому что у нас постоянно есть такая апелляция к этой огромной группе людей, ветераны именем ветеранов, ветераны могут что-то там заклеймить, чего-то потребовать. Кто они такие? Ветераны чего? Вот этот институт ветеранов, мне кажется, он как-то идет от советских времен, и я его не до конца понимаю. Вот у меня, скажем, мама, ей 75 лет, я даже не понимаю, чего она ветеран. Она проработала всю жизнь в научной системе, в академической. Она никакими ветеранскими делами не охвачена. Она что, ветеран труда какой-то или кто? Я не знаю, ветеран труда – это точно такой же статус, который закрепляется с соответствующим документом. Но это такое типично российское, потому что, ну, скажем, в Японии они тоже всю жизнь работают там на одну корпорацию, там по 40-50 лет на одну корпорацию работают. Они же не имеют, не и носят никаких статусов ветеран труда? Наверное, нет. Здесь я не могу вам точно сказать. И не знаю, насколько эта корпорация, на которую человек положил жизнь, забывает она его или каким-то образом все-таки есть связь? Там скорее содержит корпорация, там уже человек всю жизнь. Вот эта вот лояльность корпорации. Ну да, это, в общем, такая интересная, такая советская и постсоветская форма организации общественной жизни, как вот это вот ветеранство. А вот вы знаете, Марина Николаевна, мы заговорили о Японии. Вот очень интересно, как в восточных культурах, насколько более здоровые, что ли, отношения к пожилому возрасту. Вот мы все бывали за рубежом, мы видим вот эти вот группы бодрых японских. Да, их очень легко даже в Москве не выезжая увидеть. Да, с панамками, идут за гидом, за зонтиком, с никонами, кэнонами, фотоаппаратами. И всем там лемпы лет по 70, по 80. Я думаю, даже повыше бывает. Да, да, да. Вот это вот такой, это восточная какая-то вещь? Нет, я так думаю, что это… Вы сравнивали восточное и западное отношение к старости? Я так думаю, что вот эти жизнерадостные группы японских пенсионеров – это все-таки следствие экономического развития, а не традиционализма. Потому что мы только что вспомнили и о легенде о Нараяме, и о естественном отборе пожилых людей, и отношения, наверное, не самым лучшим, когда действительно было проблем выживать. Я думаю, что это следствие экономического развития. Это следствие экономического развития, потому что, заметьте, что если говорить о Востоке, он же тоже неоднородный, правильно? Да, и близлежащие страны, ну, куда ярче пример – Корея, Северная и Южная Корея. И северных корейцев мы не видим. Мы их вообще-то не видим, ни пожилых, никаких. Да, ни пожилых, никаких. А Южная Корея – это люди одной национальности, это люди одной культуры, это люди одной традиции. А Южная Корея так вот и ездит по всему миру. Индия – это одна страна, которая населена своим населением. Что, там все ездят? Вместе с тем, там сейчас огромная группа людей, которые как раз, как вы говорили, что это характерно для России больше, когда дети заботятся о родителях пожилых. А в Индии это вообще просто слов нет. Но вы знаете, в Индии, я скажу, все-таки там культ стариков, он гораздо сильнее, чем у нас. Потому что, вы знаете, вот смотрите, сравним, как же фильмы, да, Болливуд какой-нибудь, да, и наши сериалы. Какую роль играет пожилой человек в наших сериалах? Не играет он роль верховного арбитра, понимаете? Вот это совершенно нормально в каком-нибудь латиноамериканском фильме, в индийском, в Болливуде. Что, в конце концов, вот все герои, там, мелодрама, там, страсть в клочья рвется и так далее, ну, выходит какой-нибудь отец или мать семейства, и он имеет окончательное слово. Вот, то же самое происходит в Латинской Америке. У нас, ну, какую роль в сериале играет пожилой человек? Ну, какой-нибудь такой слабоумный дядечка, который отпускает такие едкие замечания и колкие, но как вершителями судеб остаются молодые люди. Я не знаю, мне трудно судить, я не знаю, вообще совершенно не ориентируясь в сериалах. Я не помню, когда я последний раз смотрела сериал. Счастливый человек, я бы, может, профессионально заставлены этим заниматься. Я не знаю ни одного сейчас. Последний, я не помню, когда я последний раз смотрела, даже отрывочно не смотрю сериал. Хорошо, ответ принимается. Поэтому мне сложно сказать, да, если что, выйду на пенсию, напишу сценарий, где будет, ух, какой решающий пожилой человек. Патриархи, да, 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 потому что это действительно, это во многом, как сериалы, как и любое другое художественное произведение, заметьте, что это все-таки не всегда историческая и объективная правда, не всегда абсолютно объективная ситуация в стране. Это художник имеет право. Ну, в принципе, здесь вообще, мне кажется, одна из главных вещей, которую мы можем обсудить, это то, что старость – это социально сконструированная вещь. Да, человек назначается стариком, ну, так сопротивляйтесь. Давайте сделаем условие, чтобы можно было сопротивляться, когда тебя назначат стариком. Вы знаете, мне кажется, то же самое с болезнью, да, что болезнь, человек, вообще старость конструируется, как слабость и время болезни. И люди заболевают во многом из-за того, что они как бы назначены. Они решили, что им надо болеть. Им все говорят, опять-таки, да, взгляни в паспорт. Но не все говорят, Сергей, но не соглашусь, что все говорят, что взгляни в паспорт. Ну, не все говорят. Ну, да, да. Тот им говорит, ребят, у вас еще все впереди, вы еще можете освоить новую профессию. Ребят, давайте мы вас переучим. А хотите, что-нибудь там язык выучите, это, знаете, во многом все-таки зависит и от желаний самого человека. Хочет он оставаться дальше активным или нет. Если он хочет, так же, как и в детстве, и в любой другой возрастной группе, что они, если он хочет, он, безусловно, будет искать, где себя реализовать. Да, замечательная мысль о том, что старость и болезнь – это в большой степени и предмет выбора и решения человека. Решения человека, да. Повторяю, что у нас в гостях Марина Никоновна Суслова, кандидат в медицинских наук. Мы продолжим после перерыва. И снова добрый вечер. Говорим сегодня о феномене старости, о том, является ли он биологическим или социальным конструктом. У нас в гостях Марина Суслова, кандидат в медицинских наук, доцент университета Дружбы народов. Ну вот, Марина Никоновна, давайте поговорим действительно об этом, о биологическом и социальном. Ну, биологически всё-таки старение организма, оно для чего-то существует. То есть, вот этот вот ген старения, я помню, у нас были дискуссии, очень интересные программы с человеком, который как раз занимается этим, Скулачёв, Академия Скулачёва, сына, сына его, да, Скулачёва, да, вот этот вот ген старости, они рассказывали. Вот, например, какие-то удивительные совершенно факты, что есть, например, некие виды животных, ну, не млекопитающих, а животного мира, которые не имеют старости. Кальмар, например, у кальмара, вот я запомнил, у кальмара нет старости, кальмар умирает молодым. Вот он живёт, живёт молодой, а потом умирает. Эффект электрической лампочки. Горит до конца одинаково ярко. Да, да, в самом деле. А у человека зачем-то вот это вот было придумано, то, что, так сказать, понемножку эта лампочка достаточно длительное время, она затухает. Угасает, угасает. А когда потом ещё она начинает как-то мигать ненужным светом, да. Вот для чего это, вот если посмотреть с точки зрения эволюции? Ну, вот сейчас я вам отвечу, и вы пожалеете, что вы меня пригласили. Нет, никогда. Я не знаю. Я не знаю. Я до сих пор не знаю. Для меня это большая загадка, я очень много думаю об этом. Я читала, конечно, из Кулачёва и других исследователей, которые приводят теории старения. Теория старения – это одно, а вопрос, зачем, это другое. Цели, цели старения. Да, да, понимаете? Процесс ещё можно осознать. Цель, мне осознать, очень сложная. Я пока не знаю. У меня есть надежда, что я вместе со своей старостью будет мне как-то-нибудь открываться эта истина. Что, может быть, я когда-либо это познаю. У меня вообще большие планы на старость. Например? Честно говоря. Ну, я вот уже сейчас только что решила, что сценарий надо написать, который будет патриархом. Да, который обычный человек, неопределённый власть, но к которому будут прислушиваться. И я знаю таких людей. Мне очень хочется написать о многих людях, которых вот мне просто посчастливилось узнать в процессе своей работы, особенно вот как раз с общественными организациями. Уникальные судьбы. Мне так хочется о них написать, чтобы остальные тоже знали, что всё возможно. Вот много лет назад уже провёл агентство социальной информации. Это организация, где работают в основном молодые. Они провели совершенно замечательный конкурс, эссе среди молодых людей на лучшие эссе о людях пожилого возраста, поразивших их воображение. И называли это «Суперстар», «Суперзвезда». Да, да, да. А что, добавим мы к этому суффикс «икс» и получился «суперстарик». Ну да. Суперстарик, суперзвезда. Суперстар, нет, понятно. Это ещё про Брежнева, я помню, был уникдус «Старик». Брежнев смотрит в зеркало, я стар, я стар, я суперстар. Это уж никаким образом. Даже от вас сейчас этот анекдот услышал. Да, стар, я уже, да. Я тоже достаточно могу, помню, помню времена отец, вместе с вашими. И вот опять же, исследования относительно каких-то берутся какие-то признаки и смотрятся, кто живёт дольше всех в профессиональных группах. Да, и тоже можно там спорить о репрезентативности, о массовости. И кто? Кто? Какая у вас статистика? Ну, долго живут. Ну, долго живут. Ну, танцоры долго живут. Да, Моисеева вспомните. Да, долго живут танцоры. Григоровичи и творческое какое. Творческое начало, когда мне говорят о том, что там у них всю жизнь малокалорийные диеты и большая подвижность, я говорю, ребята, у них самое главное – большие мысли и желание жить. Ну, да, слушайте, а на самом деле, как думаю, Баланчин, Бижар, все, да, у них фантастическое творческое долголетие. И 80 и больше. Да, Моисеев только что вы сказали, да, застолье, да? Да, застолье. И вторая профессиональная группа, конечно, она тоже не многочисленная, а селекционеры. Это люди, которые ставят отдалённые цели. Это люди, которым нужно дожить до того, чтобы посмотреть, когда они ещё увидят результат своих задумок, своего труда, своих мечтаний и мыслей. Длинные циклы у них. Длинные циклы, длинные, да, длинную цель. Длинная цель, желание посмотреть отдалённые последствия. Может быть, это совет нашим, так сказать, людям, которые инвестируют, так сказать, не играйте в короткую, да, делайте длинные инвестиции, такие, лет на 50 будет стимул, да. Да, и ещё, конечно, вот то, что признать, что старение – это процесс, который происходит в течение всей жизни человека. Да. И оно должно быть признак таковым. И поэтому очень важно сформировать старость как неизбежность. Вот иногда бывают, я даже на мероприятиях, даже где-то от официальных лиц, ну, редко сейчас, конечно, это уже услышано, иногда бывает, когда люди говорят, что мы должны помогать инвалидам, потому что каждый из нас может стать инвалидом. Да ничего подобного. Не из-за этого мы должны помогать инвалидам, что каждый из нас, что это типа страхование. Да, да, да. Себя. Если что со мной случится, то я получу тоже какие-то гарантированные социальные блага. Нет, не в этом дело. Помогать нужно инвалидам, потому что они уже сейчас есть, они равноправные члены общества, надо обеспечить их равноправие. А вот каждый из нас, спасибо создателю уж так уразумению, что не будет инвалидом, но каждый из нас обязан стать старым, обязан дожить до преклонного возраста, чтобы, опять же, я повторюсь, чтобы не быть обузой себе, семье и обществу. И именно, вот знаете, все эти выражения, у нас сегодня пошел разговор по словицам, поговоркам, да, время – это самый мудрый учитель, говорит, восточная мудрость, но оно убивает всех своих учеников, да. Время – лучше лекарь, тоже убивает всех своих учеников. И поэтому, если мы будем искать формулу счастливой старости, то она, как раз, мне кажется, состоит из двух частей. И это именно подготовка к старению на протяжении всей жизни и формирование отношений к преклонному возрасту молодых. Это уже как об общественной группе, но еще формирование отношений к собственной старости, тому, как ты дальше будешь. Вот это иллюзия о том, что всегда будешь молодым, всегда будешь зрелым. И, я еще раз говорю, мы должны дожить активной, счастливой и здоровой старости. Опять же, повторюсь, вот формирование ответственности, там сейчас все должно быть направлено, формирование ответственности за собственное здоровье. Ну да, у нас, потому что, конечно, вот эта вот идеология, что гуляй пока молодой, могу сейчас пить, гулять и, так сказать, что угодно. Да, и веселиться, но отлично всем учиться. Да, там, 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 потом когда-нибудь неизвестно, да. И все равно, все равно один раз живем, да, вот эта вот идеология, все равно потом помирать, кто не курит и не пьет, тот здоровым кем помрет. Да, 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 кто рано ложится и рано встает, здоровым, красивым и сильным умрет. Да, да, это да, бывает такое. И при этом я вот сегодня люблю все делить на две части, на дихотомию. И еще мне хочется разделить все заболевания на две части. Это заболевания, которые никак не зависят от человека, которые никак не могут повлиять человек на свое состояние. Это бывает и врожденные заболевания, и генетически обусловленные заболевания. И есть заболевания, которые человек, не говоря о социальных заболеваниях, да, там, это… Ну, алкоголизм, да, наркомания. Алкоголизм, да, наркомания, да, это уже… Ну, да, сердечно-сосудистые в большую степени. Да, сердечно-сосудистые, диабет, есть предрасположенность, да, но развивается-то не у всех. Да, потом вот опять же, не могу забыть свое научное прошлое, все-таки очень ностальгирую по всей этой экспериментальной… А вы кто по специальности? Ой, у меня такая интересная была работа в свое время, я работала в экспериментальной медицине, у меня диссертация называется «Взаимодействие структурой функции щитовидной железы и уровень тестостерона при литропоэстимулирующих воздействиях». Вроде все по-русски, но сейчас осознать… Что-то вот я так спортом занимаюсь, похоже на какие-то допинговые темы, нет? Нет, когда вот мы занимались вот этим гормоном эритропоэтина, никто ни сном, ни духом… Это же главный допинг сейчас, да. Сейчас, да. Как раз тестостерон и эритропоэтина – это главное, на чем ловятся. Да, а тогда это были экспериментальные, никаким образом не связанные с допинговыми делами. Ну, связанные со старением, наверное. Нет, нет, нет. А тестостерон, разве уровень тестостерона не связан с механизмами омоложения? Ну, возрастные параллели там никаким образом не корреспонтировались. Это именно были эритропоэстимулирующие воздействия, это воздействие, которое приводит к повышению кроветворения. Ну, это был стык как раз вот для геронологии и гематологии. Это действительно очень интересно, и я к чему это все начала рассказывать? Мы сильно отвлеклись к тому, что я действительно сейчас очень ностальгирую по достоверным научным исследованиям. Я вот получаю все эти вот рассылки, новости геронтологии, мне действительно очень интересно. Я стараюсь отслеживать новые факты, факторы и явления. И там же тоже уже статистически доказано, есть совершенно научно обоснованные методы, позволяющие сделать достоверные выводы о том, что, например, курение повышает риск развития болезни Альцгеймера. Да, что курение и прием алкоголя безусловно снижают иммунитет, что повышает риск заражения гриппом, туберкулезом и всем остальным. Даже не алкоголизм. Даже не алкоголизм. А вот какие-то эти ожирения, гипертонии, высокое содержание холестерина в среднем возрасте удавают риск слабоумия в старости и так далее. Это доказанные факты, это не то, что сейчас очень любят популярные все... Вообще время чудесное сейчас. Можно написать все, что угодно, разместить на большое количество аудитории. Проверить невозможно, а провернуть очень сложно. И столько людей вводится в заблуждение. Это еще, кстати, одна тема, которую, мне кажется, было бы интересно вам поднять, именно о сознательном или несознательном введении в заблуждение. И кстати, со старением это тоже связано. Есть такая вещь, как культ эксперта. Знаете, такие, скажем, британские ученые доказали. Да, вот это уже неизвестно, что мышей там можно скрестить с кем-то, со слоном, и появляется какой-то у них там ген мутирует. Ну и молодцы, потом говорят. И что за британские ученые, и почему мы об этом должны знать. Это да, но это факты вот этого информационного шума, этого белого шума, в котором мы все живем, и ежедневно его гигабайты поглощают. Да, но, кстати, этот шум, он же тоже не безобиден, и плюс он, конечно, преследует свои цели. И вот как раз в индустрии омоложения, в индустрии, вот это вот в поддержке культа молодости, он является очень большим мощным фактором. Просто очень мощным фактором именно этот звуковой шум относительно того, что ешьте там то-то-то, принимайте то-то-то, а не положить ли вам на это лицо. Ну, будешь ты на два года выглядеть моложе. А где этот критерий, где это там два или четыре или пять? Ну, то есть я понимаю, что вы скептически смотрите на вот эту индустрию омоложения, вы скорее за такие адаптационные механизмы. Я на индустрии, конечно, не скептически отношусь. Я скептически отношусь ко всему недостоверному и низкого качества, потому что то, что сделала индустрия омоложения за последние 20 лет, это фантастика. Это большое спасибо, конечно, очень есть действительно серьёзные разработки, как в области ухода там за кожей, в области какой-то хирургии. Особенно спасибо, низкий поклон всем этим учёным, разработавшим в области анестезиологии. Да, репродуктивное долголетие. Репродуктивного долголетия, репродуктивное вообще возрождение функции, замещение огромное, конечно, не только репродуктивное, но и что позволило действительно обезболивание. Это большое спасибо всем, и есть действительно очень серьёзные прорывные работы, которым я не то что скептически отношусь, а глубоким уважением, благодарностью и счастьем, что живу в том поколении, когда можно это использовать. А вот вы говорите, вы подписаны на новости геронтологии. Какие сейчас новости геронтологии? Вообще, насколько сейчас возможно, скажем, на генетическом уровне затормозить механизмы старения? Я не знаю, я не занимаюсь этим. Это как раз Кулачёва, да? Да, если бы у меня было действительно в руках, говорю, мне до сих пор иногда снится, что я пипеточку держу, если бы у меня была возможность вот это видеть в микроскоп, вводить в клетку или что-то там делать экспериментальную работу. Ну, может, ещё вернётесь, вы знаете, вот, ну, не знаю, сложно, может быть, у нас-то сложнее, но вот ещё раз я хочу рекомендовать и вам, и нашим слушателям книгу вот эту замечательную, можете её, я думаю, заказать в интернете, она ещё есть. Собственно, есть сайт вот этот «Возраст счастья», Age of Happiness, я не знаю, как он, ну, посмотрите в интернете, и там можно заказать эту книгу. И там рассказывается о людях, которые, скажем, вернулись или начали заниматься научной деятельностью там в возрасте 60-70 лет и совершили какие-то совершенно фантастические прорывные открытия. Вот, так что вот эта вот идея о том, что заниматься наукой можно только в молодом возрасте, она не… Я тоже совершенно с вами согласна и не согласна с высказываниями некоторых наших товарищей, которые высказали в ходе дискуссии о реформировании Академии наук, когда говорят, да вы что, там уже все мозги к 40 годам атрофируют. Ну, не согласна я. Да, да, да. Ну, не согласна я, ну, никак не согласна, потому что за этой системой тоже надо, безусловно, относиться с ответственностью. И какие-то… Вот, опять же, мы чуть-чуть не завершили, что я плохо отношусь там к информации. Я плохо отношусь к информации, которая не является научной, но которая внесет какое-то… Оценочную. Не только оценочную, но и какой-то, наверное, корыстный мотив, когда говорят о том, что надо делать, чтобы похудеть, выглядеть моложе, продлить жизнь и так далее, там подобное. И ничего вообще нельзя сделать ни в продлении жизни, ни в здоровье, ни, кажется, ни в работе, ни в чем, если человек сам не принимает активное участие, не мотивирован и не прикладывает труда. Вот именно акцент на человека, что не только выговорить к человеку пожилому, там плохо кто-то относится и прочее, да, но ведь и с пожилых ведь тоже, они тоже достаточно часто только ждут, что что-то им должны дать. Ну да, здесь надо более… Ну, это не только, да, это вот как раз дифференцированный подход, и это не только относительно пожилых, это относительно, опять же, людей с инвалидностью, это… Ну да, более активная позиция нужна от самого человека. От самого человека, да. От человека очень многое зависит, и в том числе от человека пожилого возраста, от человека с инвалидностью, от человека, который ставит какие-то цели. Проблема целеполагания, наверное, это одна из самых сложных, мне так кажется. Хорошо, в этом смысле, как вы считаете, а необходимо ли, даже чисто по экономическим показателям, повышение пенсионного возраста? Потому что, скажем, у человека наступает такой момент слома, да, вот пенсия и все. И как бы все, вот те коллеги подарили удочку, и давай, садись на берег реки. Ну, хоть не уточку подарили, тоже хорошо. Да. Ну, все-таки, возвращаясь, возвращаясь к вопросу, как это, доктор, 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 я буду ходить, да, обязательно, под себя, да, вот, да, вот, но только чтобы не ходить ни под себя, никак, как с пенсионным возрастом, вы считаете? Может быть, это в том числе и будет иметь какую-то мотивационную составляющую? Личное мое мнение, я буду высказывать, только вот, действительно, это не подтверждено никакими подсчетами, это да, я считаю, что у человека должен быть выбор. Дать ему выбор, если он хочет уйти на пенсию в определенном возрасте, определенном государстве, вот, определенным государством этот возраст. И ему есть зачем уходить, ему есть, каким образом, у него есть другие задачи, вот, многие ждут пенсионного возраста, чтобы, опять же, попасть, опять же, в область неформальной экономики, быть бабушками и дедушками, чтобы освободить своих детей, чтобы они имели возможность быть уже в формальной экономике. Он должен иметь эту возможность. Если человек хочет работать, он должен иметь выбор, чтобы работать. Ну да, и здесь законодательно надо закрепить права людей, которые хотят остаться, да, дольше работать. Вот вы правы, вы знаете, была, я сейчас вспоминаю эту дискуссию по Академии наук, это не говорилось прямо, но буквально в каждом комментарии сквозило. Ну, посмотрите, там из них уже песок сыпется, средний возраст академика, там, не знаю, 74, член КОРа 68, доктора наук, там, 65, кандидата 40, вот, посмотрите, как они, какие они все старые. Типа, ну и что, хотелось спросить, ну, значит, они более мудрые, я не знаю, так сказать, посмотрите, найдите кандидата наук 20-летнего, там, мало таких, если вообще есть, вот, ну, не 20, там, даже 30-летнего. Да, не только это критерий, ну, нельзя же вот все сводить к возрасту, ну, конечно же, ведь раньше, и мне сейчас трудно судить, особенно после того, что действительно были какие-то факты написания диссертации, не совсем там правильно, а раньше защитить докторскую диссертацию, это же действительно большой вклад должен быть. Школу, школу надо создать, публикации ваковские. Большой вклад, это действительно жизнь положить на это, это много людей, много труда очень нужно было вложить, особенно, вот, опять же, в экспериментальных, в естественно-научных тематиках, это большой вклад, это надо делать. Да, эксперименты, это просто, да, длинные. Это надо делать, мне трудно судить, вот, именно от тех наук, которые гуманитарные, что там можно, что является плодом исследований, а в естественных-то очень много было сделано. Скажите, вот вы общаетесь, в том числе в рамках вашей общественной деятельности, с пожилыми людьми, вот, смотря на факторы долголетия, вы, скажем, назвали вот профессии, да, танцоры долго живут, я от себя, скажем, могу добавить еще, вот, не знаю, дирижеры, например, профессора, преподаватели долго живут. Вы смотрите, все люди высокого интеллектуального уровня. Да, нет, но это к вопросу об альтгеймере, это к вопросу о том, что необходимо, так сказать, естественно, интеллектуальный труд, он, хотя, с другой стороны, конечно, есть эти кавказские пастухи где-то высоко в горах, и не скажу, что там высокоинтеллектуальные, но много полезных, просто так ваши, видимо. Вот, так вот, говоря о факторах долголетия, в какой степени способствует самореализация в семье, счастливая семейная жизнь? Не знаю. Долголетие. А по вашим наблюдателям, по вашей интуиции. Должно быть, должно быть, должно быть какое-то исследование. Мне вот как раз не хочется присоединиться к группе тех, кто, вот просто, я могу только сказать, вот, свои личные наблюдения, свои личные наблюдения. Я-то работаю с общественными объединениями, которые, у которых, ну, сложные судьбы, сложные судьбы, и там очень много одиноких людей и очень пожилых людей. И поэтому, наверное, нет возможности здесь корректно сравнить. Понимаете, для любой группы... То есть в ваше поле зрения уже... Контрольная группа, да. Уже попадают люди, уже, как бы, так сказать, одинокие. Да, они замечательные люди, они долго живущие люди, они сохраняющие ясность ума, но они одинокие люди. Для того, чтобы мне сделать вывод, мне должна быть контрольная группа с той же возрастной группой, которые живут в семье. Ну, семья-то всегда, наверное, хорошо. Я так думаю, что когда семья... У меня вот есть несколько семей, где я вижу настолько трогательные, настолько чудесные отношения друг к другу. Вот я дружу очень с Михаилом Владимировичем и Тамарой Павловной Голицынами. Вот трепет и любовь. И взаимопонимание, взаимоподдержка. Вот я не знаю, вот я редко встречала... И они уже не молодые люди. 27 июля 26-го года Михаил Владимирович рожден. Поют поздравлять. Ну да, уже 90... Нет, 27-й год, да. Ну, 80-й, да. 80-й, да. 87-й. 87-й, да. 86-й. 86-й, да-да-да. Тоже читает лекции до сих пор человек на геологическом факультете МГУ. Какие картинки пишет. А вы бы видели на чем? На чем? Обложки от старых книг. Вот эти вот каленкоровые. О-о-о. Да-да-да. Какие картинки. Там столько света. Вы знаете, у меня дома стоит картинка его... Вот он, наверное, забыл уже, что когда-то... А, типа, как открытка. Открыточные форматы. И стоит мое самое любимое здание в этом городе, это здание МГУ, а над ним летающая тарелка. Прекрасно. Человек 26-го года написал недавно. 26-го года. Ну что ж, это прекрасный совершенно образ, чтобы завершить нашу передачу вот такого вот активного, остроумного, творческого долголетия. Да. Но от себя тоже могу сказать, что будем помнить, что, например, Микеланджело начал роспись Шерсикстинской капеллы в возрасте 61-го года. Великий архитектор Фрэнк Ллойд Райт в 76 лет принялся за музей Гугенхайма, который закончил в 92-го года. Так что у нас у всех есть большие перспективы. Живите долго, смотрите вперед с оптимизмом. Я благодарю нашего гостя. Это Марина Суслова, кандидат медицинских наук, доцент Университета Дружбы Народов. Это была программа «Археология». Доброй ночи и удачи.